Всем привет, мы опять на стрельбище и сегодня с новым ружьем. Это ружье производства Турции, которое называется Дерия МК-12. И у него есть все шансы называться Дарией. Это ружье, построенное на неизвестной платформе, но очень много общего имеет с платформой Р-15. Мир не сошелся на автомате Калашникова, у меня есть и Сайга, у меня есть и Вепрь. И мне очень давно хотелось попробовать что-то новое. И это действительно очень новое для меня. Самое главное, что я хочу от этого ружья, это проверить, насколько оно пригодно, в принципе, для практической стрельбы. На нем стоит, конечно, мой Холосан, но все остальное здесь совершенно новое. Я расскажу буквально пару слов. Во-первых, дульный тормоз-компенсатор, видимо, конструкции Ильян Маза. То есть он похож на Ильина, но переосмыслен в турецком стиле. У него нет наклонных поверхностей. Органы управления, как в Р-15. Вот он, рычаг предохранителя. Двухсторонний, лево-право. Снимается большим пальцем, можно это делать и левой, и правой рукой. Большая кнопка сброс магазина, и он имеет затворную задержку, так же, как на Р-15. Здесь внутри, как и в Р-15, находится буфер, который, по сути, является возвратной пружиной. Он посылает обратно затвор, тот подхватывает патрон, досылает его в патроник. В общем, система примитивнейшая, но, как на итальянских кастомизированных Р-15, здесь уже есть сразу левая рукоятка. Она переставляется на обе стороны. Почему я приобрел именно это ружье? Дело в том, что Дарию МК-12, Дарию, я увидел на чемпионате мира. И в сборной Таиланда таких было две штуки. Причем в сборной Таиланда заняла второе место серебряные медали. Они опередили американцев, чехов и всех остальных. То есть оказалось, что их арки-дашки оказались очень работоспособными. Сейчас уже удалось немножко из нее пострелять, и она дает периодические задержки. Но условия, в которых мы стреляем, они, конечно, зубодробительные. Потому что собачий холод, несмотря на снег, мы привыкли, идет снег, значит тепло. Это такая русская примета. И стреляем мы патронами с легкими спортивными навесками. Поэтому она пока не хочет кушать спортивные патроны. Попробуем на более мощных, попробуем на разных. Что же, Даша, покажи, на что ты способна. Я надеюсь, ты привнесешь разнообразие в мир практической стрельбы. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А еще на магазинах есть забавная часть. Вот этот вот приливчик на пружинке нужен для того, чтобы ставить магазин на затворную задержку. И он уходит во время отставления. То есть он еще создает дополнительное сопротивление. Я эту штуку уберу. Да, мы лишимся возможности автоматической затворной задержки. Не автоматическая легко ставится. Но у меня на випре она работает и так через раз. Некоторые, например, Дирк Фрай или всем сейчас известный Джош Фройлих, он убрал со своих випрей затворные задержки. И везде для третьего положения передергивает затвор вручную. Вот так вот. Поэтому невелика потеря, но я лишу себя затворной задержки. Но эту штуку я точно уберу. Вставляем в магазин. Нажимаем на кнопку и видим. Легко падает в магазин. Теперь мы убираем этот патрон. Или сделаем даже вот таким образом. Ставили. Дослали. Сейчас он автоматически встал на затворную задержку. Но теперь нажимаем мы. И он падался, а падать не хочет. Именно из-за этой ненужной части, которая ставит его на затворную задержку. Ну и такой тестик на работу ДТК. Ага, понятно. Если упора нету, то он не перезаряжает. А с упором... Да, с упором нормально. Система очень линейно работает. Поэтому отдача контролируется по-другому. Совершенно. Ощущение совершенно другое. Когда мы немного с ним поработаем. Когда посмотрим. Пружины где-то может быть укоротим. Где-то что-то отполируем. Возможно он будет и на других патронах работать. У нас даже снег внутрь попал. Но это же Россия. Они делали для Азии, для Турции. У них там хорошо. А здесь в экстремальных условиях. Эта погода сейчас приблизительно как на Энцеладе. В спутнике Юпитера. Там белоснежный лед. Энцелад отражает 99% солнечного света. Это самый яркий объект в Солнечной системе. Кроме Солнца, конечно. Который источает 100%. Так вот. Снег попал внутрь. И посмотрим. Будет ли он работать таким образом. Готов. Интересно, что через ружье на данный момент прошло, наверное, около 400 патронов. И насколько я понял, по заявлениям производителя этого ружья, здесь самоочищающаяся газовая система. То есть поршень, постоянно, возвращаясь назад, защищает нагар. И видно, вот если посмотреть внимательно, я отодвигаю, и он спокойно, своим ходом отходит назад. Видите, как легко. То есть поршень не загрязняется. Это приятно, потому что не хотелось бы чистить ружье через каждые там 100-200 выстрелов. Вот, поэтому к грязи он терпим на данный момент. Это ружье предполагает очень богатую комплектацию, как сказали бы в автосалоне. Помимо самого ружья, в комплект входит. Первое, это вот такой модный ремень. Так называемая одна точка. Надеваешь, здесь логотип дырья. Вставил он уже, висит очень удобно тактически. Но практически стрельбе это не применяется. Прицели приспособления на 45 градусов сюда. И мы имеем прицел на 45 градусов. Целик крепится, скажем, вот сюда. Тоже на 45 градусов. Если вы хотите еще больше тактики, то у вас есть ручка тактическая. Это тактическая рукоятка. Позволяет вот таким макаром удерживать ваше оружие. Есть прицельные приспособления механические. Опять же, мушка, целик. Вот она, мушка. Хотите, прикрепите сюда. И целик в любое место, на планке. Первый раз вообще вижу, что столько всего в одной комплектации идет. Еще у нас есть дульный тормоз-компенсатор с специальным тактическим упором. Вот вы в дверь уперли ее и отстрелили замки. В общем, для Джона Уикка, наверное, придумано. В практической стрельбе неприменимая и, в принципе, не нужна. Что интересно, здесь идет два поршня. Первый поршень для легких навесок. Второй поршень для тяжелых навесок. Я сейчас поставил поршень для легких навесок. Они различаются вот этими канавками. То есть, охотникам, например, нужно вот это. И меньше газа впускает, типа, меньше отдача. Если стреляешь легкими навесками, ставишь другой поршень. Есть беруши с логотипом Дерия. А также в комплекте есть три сужения. Одно стоит сейчас здесь, и два здесь. Естественно, чок, получок и цилиндр. Причем, на получоке, написано в инструкции, пулей стрелять нельзя. Стрелять можно только с цилиндром. Плюс для спортивной версии есть дульный тормоз-компенсатор, который похож на Ильина, который мы называем Ильинма. И три магазина. Один магазин на 10 патронов. Два магазина маленьких. Для любителей военной эстетики еще одна штука. Эта штука для переноски оружия. В ней есть также цели. Вы можете разместить ее вот так сверху, и у вас получится М16. То есть, очень богатая комплектация. Много чего есть. Сам чехол хороший. В нем вырезаны специально для каждого элемента прорези. В нем ничего не болтается, прижимается. Сам, как вы видите, он сделан из снега. Шутка, он сделан из замши. Но у нас сейчас такие жесткие погодные условия, что замши вы не увидите. Если вы знаете, как устанавливаются прицелы на крышку ствольной коробки на саге или випре, то знаете и о проблеме с надежностью такого крепления. Крышка люфтит, и на дальней дистанции средняя точка попадания гуляет. Поэтому придумывают решение, вроде приваривания планки на место целика и установки оптики там. На МК-12 такой проблемы нет, так как прицелы устанавливаются на жестком, цельнофрезерованном аппере. И этим все сказано. В комплекте вместе с ружьем идет расширитель приемника магазинов. Он сделан из пластика и ставится и снимается за одну минуту. По ширине он сопоставим с шахтой САГИ-340. Про УСМ можно сказать, что он выполнен качественно, имеет среднее усилие спуска и при этом очень четкий ход. Он явно лучше стандартного УСМа, который устанавливается на ВПО или САГИ. А вот что на ВИПРЕ намного лучше, так это магазины. Во-первых, официально магазины на МК 9-зарядные. Во-вторых, у них слишком хрупкая пятка. И в-третьих, усилие при зарядке слишком сильное. Такое усилие вызвано неудачной пружиной. Она слишком короткая и толстая. Но это лечится. Фактически магазины 10-зарядные. Ружье имеет быстросъемные цевья, которые можно поменять путем откручивания всего одной гайки. Доступны как облегченные варианты, так и цевья с большим количеством планок Пикатинни для тех, кому это нужно. Наконец-то дульные сужения внутренние. А это то, чего я так давно хотел. Можно будет отказаться от таскания трех комплектов ДТК сужения, которые являются по сути необходимостью для стрелков, соревнующихся с ружьями на платформе АК. Я уже говорил о сходстве МК и АР. Но есть еще одно близкое сходство с другим американским ружьем. И что довольно неожиданно, с помповым ружьем Ремингтон 870. Та же конструкция ствола, тот же боевой упор, тот же затвор с одинаковым выбрасывателем. Понятно, что турки взяли за образец старую проверенную конструкцию. При этом сделали адаптацию для работы с коробчатым магазином в полуавтоматическом ружье. Общая масса движимых газоотводной системой частей на Сайге, Випре и Дырие почти одинаковая. Около 500 грамм. А вот само турецкое ружье в сборе на полкилограмма легче российских коллег. И это довольно заметно при манипуляциях с оружием. Сейчас у меня сложились первые впечатления об этом ружье, но я пока не знаю всех его сильных и слабых сторон. Тем не менее, тестирование началось очень напористое. За последние две недели позади остались полторы тысячи выстрелов. Самыми разными патронами, без чистки и в самых тяжелых погодных условиях вплоть до 24 градусов мороза. Это тест на живучесть. Ну а впереди подготовка ружья для соревнований. Субтитры создавал DimaTorzok